Последние новости совсем не радуют отечественного геймера, ведь они намекают на то, что будущего для игровой индустрии тут не будет. И я про обычных игроков, которые совсем скоро лишатся возможности вообще покупать игры. Steam, Epic Store, все это скоро могут запретить на территории РФ. Всем привет, меня зовут Яна, вы попали на канал Леди Вескер, и сегодня мы поговорим о непростой теме, которая касается тех, кто любит коллекционировать и покупать видеоигры в свою библиотеку Steam или Epic Store. Да, сейчас возможности купить игры поубавилось, но все-таки обходными путями как-то их можно получить в свою библиотеку. Пока что, совсем недавно стало известно, что Минэкономики совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры, Господи, как много страшных слов, разрабатывают проект, согласно которому власти смогут ограничивать продажу зарубежных игр на территории России, а также ведут цензуру. Некий рейтинг по возрастным категориям. И если с рейтингом все понятно, то вот про запрещенку пока не ясно. Если площадки, продающие игры, откажутся соблюдать правила, все мы знаем, чем это грозит. Блокировкой данных площадок. То есть на территории России просто возьмут и заблокируют тот же Steam, и если его заблокируют, все игры, которые есть в библиотеке, скачать будет невозможно? То есть мало того, что мы не сможем покупать в Steam игры, которые так с трудом можно приобрести, а некоторые невозможно, так еще и лишимся тех коллекций, которые копили несколько лет. Это очень пугает, учитывая то, что у некоторых игроков Steam профиль стоит от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей, а то и долларов. Получается, у нас могут просто взять и отобрать все то, что мы когда-то покупали. Да, это вполне возможно. Если заблокируют Steam и Epic Store, мы просто не сможем скачать игры из библиотеки, так как качать их надо через интернет. Впрочем, всегда есть VPN, который можно установить на компьютер, но качаться все это будет очень долго и медленно. Ну или вы заплатите тысячу рублей в месяц за то, чтобы VPN скачивал все чуточку быстрее. Надеюсь, что до этого все-таки не дойдет, но не исключаю такого сценария. Кажется, у пиратов наступает золотое время. Возможно, некоторые из вас помнят начало и середина 90-х или даже 2000-х годов, когда игры, фильмы и музыку продавали на дисках. Люди вряд ли тогда задумывались, лицензия это или нет. Они просто покупали то, что могли, а коробки от тех дисков пахли чем-то паленым. Так вот, барыги, настало ваше время. Конечно, я не думаю, что будут продавать, как тогда диски. Сейчас все происходит иначе. Игры будут продавать в интернетах или, проще, выкладывать на торрентах совершенно бесплатно. Получается, пираты наши спасения? Я, конечно, осуждаю пиратскую деятельность, Но когда у игроков не останется выбора, играть-то хочется. Они идут туда, где можно еще поиграть. А где можно поиграть? Конечно же, компьютерные клубы. Похоже, мы возвращаемся в 90-е годы на новый лад. Ну, кто там скучал и наскальгировал по этому времени? Что теперь скажете? Люди, не имея возможности купить хорошую технику, которая тянула бы игры, ходили в компьютерные клубы. Ну и помимо этого, атмосфера в данных заведениях, по словам «Завсегда ТЭФ», была потрясающей. Играли в игры, ожидали своей очереди и смотрели, как играют другие. Находили лучших друзей именно в таких клубах. Раньше компьютерные клубы были распространены и популярны. Сейчас это явление редкое, хотя тоже существует. Но в основном ведут такие организации серьезные дяди, а не все, кто хочет. А вы посещали когда-нибудь компьютерные клубы? Делитесь своими впечатлениями, как вам там было. Время, в которое мы живем, не самое лучшее. Это факт. Хотя год назад, если бы один человек... В общем, выживаем теперь как можем, господа геймеры. Конечно, стало тяжко найти и купить игру. Легче вновь ее спиратить. Осуждаю, кстати. Но пока еще есть пути и лазейки. И, думаю, они будут. Люди продолжат их искать, потому что геймеров в угол загнать очень трудно. И я в это верю. А как вы думаете, что ждет геймеров? Повлияют ли запреты на игровое будущее? Или все-таки останется плюс-минус, как прежде? Делитесь в комментариях своим мнением по этому поводу. И не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Играйте только в хорошие игры. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok